Рынок электромобилей в России развивается. За последние полгода он вырос в полтора раза. Одним из первых владельцев электромобиля в городском округе Щелково стал Артем Лучко. Мы узнали о преимуществах и возможностях этого экологичного транспорта. Артем Лучко уже три года за рулем электромобиля Nissan Leaf. Он никогда не думал, что будет ездить на нем, но приобрел по рекомендации друзей и не пожалел. Правда, чтобы чувствовать себя уверенно, потребовалось некоторое время. Я вынужден был три недели ездить по дворам, только по своему району и привыкать к этой машине. Я никак не мог понять, как она движется. У меня произошел психологический перелом. Я не мог понять, почему я сюда ничего не заливаю, а машина едет. По словам владельца, электромобиль отлично подходит для города. У нее двигатель электрический. У него очень мало лошадиных сил. Но у него большая тяговая сила. То есть он может быстро-быстро разогнаться и также хорошо остановиться. Для города это и есть самое главное качество, когда мы чувствуем себя очень комфортно. Среди плюсов Артем отмечает сокращение расходов на техническое обслуживание. Мне не надо менять масло в двигателе, мне не надо менять масло в коробке. И поэтому мне очень нравится быть владельцем этого электромобиля. Еще одно преимущество – полной зарядки электромобилю хватает примерно на расстояние до 200 километров. Владельцы электромобилей в Подмосковье могут быстро зарядить свой автомобиль с помощью быстрых зарядных станций. Всего за 20-30 минут. У нас в дачном садоводческом товариществе цена электричества 7 рублей за киловатт. Я заряжаю 15 киловатт. Давайте посчитаем. 15 умножаем на 7, получается 70 плюс 7,5 – 35, 105 рублей. Для удобства существует мобильное приложение, где можно забронировать посещение станции, мгновенно оплатить услугу и проверить уровень заряда. И вот я пока стоял на светофоре, нажал на приложение энергосетей, выбрал в этом приложении тот кабель, который подходит для моего электромобиля, и включил бронирование. В нашем округе таких зарядок 7, и их количество продолжает расти, как и популярность электромобилей. Евгения Корытько, Евгений Михайлов, Щелкоское телевидение. Спасибо. Продолжение следует...